Всем привет, мои дорогие! Вот сегодня у нас 8 марта, и я хотела всех своих близких, и не только близких, а вообще всех женщин, девушек, поздравить с 8 марта, пожелать вам всего самого наилучшего в этот день и вообще по жизни. Как говорят в Польше, в шестке его, да и лепше. Ну, как бы, коротко и ясно, всего наилучшего, и они говорят это по любому поводу. Так, в общем, мы с Пашей только недавно пришли с работы, я тут готовлю кушать, скоро будем кушать. Паша мне решил устроить сегодня праздник, и домашнюю работу, ту, которую я обычно делаю на компьютере, еще после этой дневной работы, Паша сегодня пообещал, что сделает ее сам. Поэтому у меня сегодня праздник, я только приготовлю кушать, покушаю и могу вообще спокойно отдыхать. По поводу каких-то еще новостей, ну, у нас обычная рабочая неделя, я очень хотела в воскресенье записать еще одно видео, прогуляться куда-то, но действительно не было времени. Мы в субботу, ну, я скидывала видео, мы праздновали с друзьями Пашем день рождения. Кстати, у Паши день рождения был 1 марта, кто не знает, он был в будний день, и поэтому мы все с друзьями праздновали в субботу. Вот, а в воскресенье, когда я хотела снять видео, мы поехали с Пашей в Икею, там по мелочи скупили. В общем, полдня, там, 6 часов мы пробыли по магазинам, но в Икея побыли, где-то, наверное, 2 часа, пока там погуляли, посмотрели. Потом в Алия Беляна мы съездили, там по магазинам прошлись, пытались осуществить мою мечту, я очень давно хочу себе кожаные штуны, и мы никак их не можем найти. Ну, даже если искусственная кожа или что-то наподобие, ну, в общем, еще пока не увенчались успехом эти поиски. Так, еще хотела сказать по поводу, ну, как бы, интересный такой момент, мы заказали Паше с Алиэкспресс, если кто знает такой сайт, мы заказали Паше телефон. И сегодня пришли, как бы, и хозяйка дома нам вставила письмо в дверь, и Паша уже, как бы, заранее порадовался, что он получит телефон сегодня. Но, как оказалось, распечатали конверт, и соседка Юля, которая знает польский лучше, чем мы, она попередила нам. Оказывается, что наша посылка находится вообще непонятно где, в каком-то городе Польши, в небольшом городе Польши. Для того, чтобы ее нам переслали, нам нужно там в ряд документов выслать ему, еще и перевод на польский. Ну, я не знаю, чем это все закончится, потом я, конечно, еще расскажу, но завтра Юля, пока мы будем на работе, просто там нужно звонить до трех, а мы в начале четвертого только приезжаем с работы, Юля сама будем звонить. Очень интересно, что там вообще, возможно ли как-то договориться, и, ну, не знаю, потому что, как бы, транзакцию этой покупки в Алиэкспресс, я вообще не представляю, как это еще и с переводом на польский, заверенным. Да, просто смешно, я, ну, я не думала, что мы с таким столкнемся, но интересно, как это все закончится вообще, просто вообще, нет слов. Так, хотела рассказать, ну, вот, празднула, так, обед уже приготовился, частично. В общем, по поводу того, что здесь вот 8 марта, и практически он не празднуется, там, по тюльпанчику нам дали вот на производстве, и все, как бы, ну, на словах, там, Кировник нас поздравил. И никакого, как такового празднования вообще здесь нет, и не то, чтобы вообще выходного, естественно, здесь нет. Ну, в общем, какое-то настроение такое, еще и погода здесь. По поводу погоды, конечно, здесь очень пасмурно большую часть времени, поэтому, когда солнечные дни, я вот туда видео снимала в воскресное утро в парке, было солнечно, вот, такие дни, было очень редко, и поэтому так им радуюсь вообще, просто в Украине больше солнечных дней здесь. Ну, точнее, не во всей Украине, но там, где мы выжили, с Пашей, ну, обычная среда для нас, это Запорожье, там, раньше я в Никополе жила тоже. Как бы, действительно, у нас больше солнца. А здесь погода очень похожа на львов. Как бы, часто дожди, пасмурно, и если солнышко бывает, то это так здорово вообще. Ну, как-то, я пока только заметила, ну, вот за вот этот месяц, я действительно заметила, насколько я радуюсь солнечным дням. Ну, как бы, это значит, что их не так уж и много, потому что я им очень радуюсь. Вот, как бы, на работе все ровненько, все отлично, у меня хорошо все с сотрудницами. Так, поэтому, как самая главная цель сегодняшнего видео, это я поздравляю всех-всех женщин с 8 марта. И всего вам самого лучшего, и побольше улыбок, и солнышка побольше в жизни. И отдельно я поздравляю бабушку, поздравляю свою маму, и Пашину маму, и всех своих теть, в общем, всех своих подружек, кто остался в Украине, вообще всех-всех поздравляю. Искренне, и надеюсь, что у вас все будет отлично. Вот, и у меня тоже, очень надеюсь. В общем, как бы, все, что хотела сказать. Сказала, пожалуй, приступим к ужину, и я хочу отдыхать. Сегодня у меня праздник, и я хочу отдыхать. Все, всем пока-пока. Надеюсь, следующее видео будет скоро. Ну, я надеюсь, у меня будет время на этих выходных, и я что-нибудь там запишу, как бы. Надеюсь, будут солнечные дни. Все, всем пока-пока.